Представители областной общественной палаты продолжают объезд территории региона. Их цель – общественный контроль над исполнением национальных проектов. На минувшей неделе они посетили Искитимский район. На Сибирской области в рамках федерального проекта комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами идет налаживание раздельного сбора мусора. Администрации Искитимского района уверены, чтобы решить этот вопрос, для начала необходимо оснаститься деревни к контейнерным паркам. Даже мы не довели еще оснащение контейнерами по всем селам. Где-то у нас кольцевой сбор, где-то у нас смешанный кольцевой и контейнерный. Ну, 72 села, 27 совета. Поэтому мы посчитали, что нам немножко рано пока заниматься плотно вот этой темой. Пару лет нам нужно для того, чтобы мы подошли к этому плану. Честно, откровенно говорю. В Искитинском районе в настоящее время идет ликвидация большой инстанционированной свалки вблизи села Завьялова. Здесь же планируется строительство мусорного полигона. Загвоздка в подъездной дороге, которая проходит по зялям лесного фонда. Законодательство активно меняется у нас вот в этой сфере. И, грубо говоря, та документация, которая была на тот момент подготовлена, она сегодня абсолютно неактуальна. Нам приходится начинать все заново. С проектировщиками мы предварительно несколько раз встречались. Готовы проектировать. Нужно нам на проектирование где-то в районе 8-9 миллионов примерно. Полигон будет принимать отход из Китимского и части Ордынского районов. В этом месте планируется сделать и линию сортировки. В ходе встречи участники совещания выехали на мусорный полигон, расположенный между поселками Ленёво и Листвянский. Здесь периодически случаются возгорания, на что жалуются жители. Представители региональной общественной палаты порекомендовали собственнику полигона организовать линию переработки, обратиться за опытом к берчанам. Рекомендации дали новому собственнику полигона. На следующей неделе планируем провести совместное совещание, чтобы нам помочь ему консультационно каким-то образом и, соответственно, убрать этот негативный фактор, во-первых, чтобы не было этих возгораний. Еще одна тема – контроль объектов, входящих в проект «Комфортная городская среда». На территории станции Евсина комиссия оценила, как пройдены работы по благоустройству пешеходной зоны по улице Гагарина. Помимо самого проекта, все советуют пришлось заасфальтировать подходы к блистающим пятиэтажкам. Получился комплексный подход. Этим маршрутом пользуются школьники, а также все, кто идет в центральную часть поселка, в новый парк, благоустроенный по такой же программе двумя годами ранее. Цель одна – приехать, посмотреть и понять, насколько эффективно и качественно выполнены, и эффективно ли использованы федеральные и бюджетные средства. По Искитинскому району можем сказать следующее, что действительно здесь чувствуется хозяйник в районе, чувствуется ответственность тех лиц, которые за это отвечают. Районные власти отметили, что разговор в ходе встречи получился конструктивным. Удалось обменяться мнениями, обозначить проблемы, наметить дальнейшие пути их решения. Взаимодействие получилось эффективным.